Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии «Юг». Сергей, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Во Украине. Доброе утро. Героям слава. Сергей, и вот начали мы с бахмутского направления, конечно, наш эфир сегодня, эту тему о ситуации на фронте. И есть информация о том, что вот как наша коллега сообщила в своем сюжете, что все-таки пытаются россияне каким-то образом утраченные позиции вернуть, но у них это не получается, и сейчас уже больше в некоторой оборонительной позиции они находятся. Вместе с тем мы услышали бойца в сюжете, который сказал, что все-таки наш противник тоже учится, и что все-таки периодически встречается и техника хорошая, и так далее. Скажите, а вот за счет чего сейчас на данный момент получается вооруженных сил Украины удерживать вот такие сложные позиции? Я сейчас не прошу какие-то, конечно, военные секреты раскрывать, а вот просто, не знаю, это сила духа, это новые поставки техники вооружения от наших партнеров, это тактика новая, что главным образом сейчас действительно имеет значение? Ну, прежде всего, как это, наверное, может для кого-то удивительно прозвучить, для меня нет, это та мотивация, которая есть у каждого нашего бойца, потому что нам приходится освобождать нашу родную землю от врага, поэтому все усилия, они направлены именно на эту задачу. Ну и, соответственно, все это, конечно, происходит в комплексе, потому что это и вооружение, это и учеба наших бойцов, это тот уровень профессиональной подготовки, который сегодня они демонстрируют. Ну и, соответственно, все то, что происходит сегодня на театре военных действий, это результат тех огромных усилий, которые сегодня приходится прикладывать вооруженным силам Украины, различным подразделениям силы обороны Украины на всех направлениях, для того, чтобы, например, на Мелитопольском направлении продвигаться вперед, продвигаться вперед на Бахмутском направлении. Давайте вспомним, несколько месяцев назад мы говорили о том, что очень сложные бои, они сегодня нелегкие, они действительно очень тяжелые по всем направлениям, там, где есть оборонные действия на Купянско-Лиманском направлении, например, или есть продвижение на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Везде тяжело, везде абсолютно верно, это не полностью армия, состоящая из так называемых чемобиков, это тоже есть профессионалы, это есть подразделения, которые имеют боевой опыт, это те подразделения, которые в том числе учатся во время войны и демонстрируют определенные результаты, что усложняет работу вооруженных сил Украины. Но самое главное, это мотивация. Что касается тактики, то мы видим, что украинцам нам удалось, вооруженным силам Украины, переиграть противника по контрбатарейной борьбе. И та математика условная, которая приходит к нам каждое утро из сообщений Генерального штаба вооруженных сил Украины, она именно об этом свидетельствует, потому что этот упор на уничтожение именно артиллерийских систем, возможных систем противовоздушной обороны, которые действуют на поле боя. А мы знаем, что вражеская авиация очень активно работает, например, на запорожском направлении, на бахмутском направлении, ну, фактически на всех направлениях. То вот как раз вот это уничтожение артиллерийских систем, систем вооружения, ПВО, приводит к тому, что есть вот эти продвижения вперед, о которых мы говорим, о которых мы, наверное, ну, кроме тех, кто придумал эту военную операцию, мы уж точно не могли и мечтать. Вот это самые главные составляющие этой борьбы. Работа, еще раз скажу, очень тяжелая. Мы платим высокую цену за наше продвижение. Сегодня стратегическая инициатива, конечно, на стороне вооруженных сил Украины. Тем не менее, враг пытается вводить резервы. Враг создал для этого 25-ю резервную армию, так называемую. Там тоже различные подразделения, которые им приходится бросать в бой. Где-то подразделения подготовлены очень слабо, но где-то есть, конечно, и те, кто может воевать, кто умеет воевать и кто пытается противостоять вооруженным силам Украины. Сергей, давайте с вами поговорим о возможных перспективах. Я просто приведу сейчас цитату, ну и сообщение, позицию спикера Объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления, Александр Штупун, что он заявил в интервью, в комментарии для издания Лиганет. Он сказал, что первая линия обороны, о которой мы говорили, о прорывах, которые сообщали разные СМИ, но и в целом официальные представители вооруженных сил Украины, он отмечает, что первая линия обороны врага была заминирована густо и креативно. Это чтобы мы понимали, что противника не стоит недооценивать. Очень много разных минус с двумя-тремя закладками. Например, противопехотная, снизу противотанковая. Или наоборот, фугасы выставлены были. Было много разных ловушек, но и также спикер отметил, что вторая линия обороны противника не менее мощная, там не менее разветвленная сеть окопов, достаточно грамотно построенная. Но, однако, спикер ВСУ подчеркнул, что окопы на второй линии не так прочные, там слабее перекрытие, меньше бетона. Сергей, я понимаю, что тут ожидания, возможно, они связаны с желанием как можно быстрее двигаться к тому, чтобы перерезать логистику на йоге врага оккупационной армии Российской Федерации. Но все же, можем ли мы говорить, что на перспективу, вот после первой линии обороны, там вторая или же третья, если она предвидится, то там, возможно, будет легче добиваться поставленных результатов? Ну, если говорить откровенно, везде будет сложно. Нет такого, чтобы мы надеемся, конечно, на это, но, опять-таки, это результат очень тяжелой работы, постепенной работы о том, что произойдет обрушение, так называемая линии обороны врага. Я больше бы говорил о том, что, действительно, те сложности, которые возникнут с прохождением второй и третьей линий, они, естественно, будут, но те возможные оперативно-стратегические успехи, которые демонстрируют сегодня вооруженные силы Украины на определенных направлениях, они, конечно, позволят, наверное, более динамично, я использую это слово, более динамично продвигаться вперед. Что касается минных полей, абсолютно верно, тут употребление слова креативно, потому что российская армия, она взяла это от советской армии, что касается минной работы, минно-взрывной работы, то она всегда здесь была на высоте, поэтому и, действительно, это тот сложный участок театра военных действий, который приходится преодолевать. Минные поля, конечно, наши тоже учатся, наши тоже творят чудеса, буквально проползая вот эти метры, десятки, а то и сотни метров по минным полям, разминировая эти поля для того, чтобы прошла пехота, прошли штурмовые подразделения, ну и дальше продвигалась наша техника. Поэтому сложно, я, конечно, надеюсь на то, что, еще раз скажу, будет более динамичное продвижение вперед, но, опять-таки, это вопросы уже к нашему командованию, они владеют полной информацией всего театра военных действий, и им решать, где будет нанесен тот или иной удар, потому что, когда говорят о контрнаступлении на одном направлении, ну это совершенно неверно, потому что вот эти удары, контрнаступательные, где-то оборонные бои, они в целом складываются в замысел той военной операции, которая проводится нашим высшим военным командованием. И вот хочу озвучить информацию, затем обсудить ее с вами. Контрнаступление Украины изначально оценивали как экстремально трудное, и об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента. Столтенберг отметил, что если когда-то российская армия была второй в мире, сегодня она вторая в Украине, он также акцентировал на том, что Украине не могут указывать, как воевать. Этим занимаются украинские командиры. НАТО и ЕС всего лишь поддерживают государство, добавил Столтенберг. Услышим цитату и продолжим. Мы должны помнить, что никто не говорил, что это будет легко, наступление. Было четко заявлено, что это будет кровавое, трудное и тяжелое наступление. Потому что то, что мы увидели, что россияне подготовили линию обороны, протяженные линии обороны, с траншеями, с препятствиями для танков, с зубами дракона и с минами, огромным количеством мин. Едва ли когда-то в истории мы видели больше мин на поле боя, чем мы видим в Украине сегодня. Это было очевидно, что это будет экстремально трудно. Но украинцы решили провести наступление, потому что они собираются освободить свою землю, и они добиваются успеха. И вот, как бы не казался странным этот вопрос, но мне вот очень интересно, откуда в мире черпают информацию об эффективности контрнаступления Украины. Почему-то спрашиваю, потому что ведь идет борьба не только физически на поле боя, но и информационная. Действительно, очень много разной информации, которая может несколько ввести в заблуждение. И мы уже видели примеры, когда в заблуждение могут ввести не только обыватели, читатели, а просто население той или иной страны, когда дезинформация действительно может повлиять и на более высокие чины, скажем так. И вот, как вы считаете, каким образом тот же Йенс Толтенберг оценивает контрнаступление Украины? Ну, во-первых, здравые слова высокопоставленного чиновника НАТО, руководителя НАТО. Мы едва ли не первый такой трезвый анализ от руководителя именно такого уровня, потому что этот человек, конечно же, обменивается информацией с нашим командованием и понимает, о чем идет речь. Что касается остальных информационных убросов, я не побоюсь этого слова, именно убросов, то ни один корреспондент, ни одного уважаемого или не очень уважаемого издания на Западе при всем хорошем отношении к коллегам, не может владеть и десятой частью той информации, что реально происходит на поле боя. Можно попытаться каким-то образом прорваться на вторую линию обороны украинской, пообщаться с бойцами, услышать определенные моменты, но это не будет полной картиной, ну, мягко говоря, не будет полной картиной того, что происходит даже на этом участке фронта, там, например, шириной, я не знаю, километра, там, расстояние. Поэтому все то, что сегодня творится в информационном пространстве, конечно, мы прекрасно понимаем, что у любой войны есть так называемое понятие тумана. Напускать этот туман можно специально, проводя информационно-психологические спецоперации. Иногда желание получить хайп на теме войны России против Украины, получить определенные дивиденды для своего издания, они, мягко говоря, не соответствуют действительности. Но и самое главное, и самое неправильное, это то, что они искажают ту информацию, что реально происходит на поле боя. Поэтому спасибо генеральному секретарю НАТО за трезвую оценку. Еще раз хочу сказать, что полнотой всей информации, конечно, обладают наши командиры, которые и планируют эту операцию. У каждого своя зона ответственности. Тут еще, абсолютно верно, вы замечаете, информационная борьба. Поэтому всегда, так как и вы, мы говорим о том, что необходимо использовать для получения информации, особенно с фронта, официальные источники. Потому что они могут быть очень скупы, на эмоции уж точно, на информацию в том числе, но это то, что отражает реальную картину. Если говорят о сложных боях, без деталей, это сложные бои со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если есть продвижение, то оно есть продвижение поступательное, динамичное, но не так, чтобы бежали и там третью линию обороны уже обошли. Мне тоже бы этого хотелось. Поэтому, слава Богу, что есть такие рассуждения, как господин Столтенверг говорит. Я надеюсь, что таких трезвых оценок дальше будет больше. Ну, а журналистам все-таки рекомендую. Я понимаю еще раз, что хочется славы, хочется всего. Но за каждым вашим словом, за каждым вашим так называемым инсайдом, особенно, что касается попытки раскрыть положение той или иной бригады, той или иной части на фронте, это жизни украинских солдат. Об этом надо помнить. Благодарю, Сергей. Чтобы несколько резюмировать, скажем, эту тему, очень важно, что не всегда для того, чтобы понять достоверность информации, нужно искать какие-то инсайдерские данные. Вот заявление как Йенса Столтенберга может действительно быть достаточно показательным и, вероятно, найти его не так уж сложно, в принципе, где бы вы ни находились, в какой точке мира. Благодарю вас за вот такую оценку ситуации. Да, Сергей, ну смотрите, чтобы, так сказать, вдобавок моей коллегии, для того, чтобы продлить эту историю и тему, очень интересное интервью из здания «Экономист» дал директор по анализу разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Трентмол. Этот человек, один из тех, кто ранее так не очень перспективно оценивал в целом, да, историю под названием «Украинское контрнаступление», и были у него вопросы по тому, какую тактику или стратегию избирает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Ну это вот официальное лицо, Сергей. Но не об этом. Сейчас мы смотрим на то, что определенный ракурс меняется. И даже этот господин Мол, он говорит о том, что ВСУ возле Работинова уже пробили первую линию обороны россиян, а сейчас атакует и вторую. И дальше он отмечает, если бы у нас был этот разговор две недели назад, я был бы немного пессимистичнее, да, прорыв на второй линии обороны со стороны ВСУ на самом деле достаточно значителен. Да, он говорит о том, что действительно врага тоже не стоит недооценивать, потому что американские эксперты, да, аналитики в целом также, да, немного, не то чтобы немного, недооценили то, что с обороной на этих рубежах провела армия Российской Федерации. И со всем этим вооруженным силам Украины пришлось как-то с этим вызовом совладеть. Но что отмечается вот в этой истории и в этих заявлениях, что сейчас стоит вопрос по поводу того, каковы же перспективы. И Украина, как отмечают, мол, есть все варианты для того, чтобы пробить все линии обороны до конца этого года. И это зависит, в частности, от погоды, какой будет осень, это понятно. И вот что самое главное, как по мне, Сергей, это от того, каким будет снабжение украинской армии со стороны наших западных партнеров, в частности, тех историй, которые касаются разных видов боеприпасов. Так вот, возникает вопрос, Сергей, возможно, знаете, вот этот туман, о котором вы говорили, да, вот его мы сейчас будем развеивать. И сейчас, вот в данном случае, акцентировать внимание не на том, что делает или, возможно, по каким-то мнениям не делает вооруженные силы Украины, а то, каким образом организовывается поставка необходимой помощи вооруженным силам Украины. Абсолютно верно. Вот именно с этого я хотел бы начать свой ответ. Речь должна идти о продолжении активной помощи Украине, поставках вооружения, о тех обещаниях, которые нам союзники давали, которые, я надеюсь, на это они выполнят и будут выполнять и дальше. Невозможно делать сегодня прогнозы. Это абсолютно неверно о том, как будут развиваться события, в плане того, что конкретным сроком кто-то выйдет на определенные позиции. Я думаю, что, скорее всего, и, наверное, только ставка Верховного Главнокомандующего, и то, возможно, не все должностные лица знают о каких-то сроках, о каких-то окончательных мероприятиях, которые будут проводиться вооруженными силами Украины. Это нормально, это абсолютно верно. Поэтому любая оценка любого специалиста, даже с огромным опытом жизненным и боевым, даже с большой должностью, занимаемым в прошлом или сейчас, они не могут дать реальную оценку того, что происходит. Да, и они могут ознакомиться там, где возможно ознакомление с ситуацией, но не более того. И абсолютно верно, что наши союзники и партнеры сегодня должны больше говорить о том, что еще необходимо нашей стране для того, чтобы вести дальше борьбу с российским агрессором. Потому что в любом случае за каждой установкой артиллерийской, за каждой боевой машиной пехоты, за каждым БТРом, танком, будь он, как говорят, 7-5 его лбу на поле боя, все равно находится фигура украинского солдата. Всегда наш воин ведет эту технику, он бьется на поле боя. И вот от нашего украинского солдата зависит, когда и какие сроки пройдет это контрнаступление и будет освобождение украинской земли. Поэтому давайте говорить о том, что необходимо усилить системы противовоздушной обороны на юге Одесской области, 5 и так за 6 дней на портовую инфраструктуру. Надо усиливать, надо. И об этом говорит президент, говорит премьер-министр Британии. Я думаю, что вот это направление наиболее перспективно. Ну и тоже должны понимать, что разведчик любой никогда не скажет абсолютной правды в информационном пространстве, мы тоже это прекрасно понимаем. Или попытается определенные месседжи донести до той стороны, она должна их услышать. Сергей, благодарим вас. Спасибо большое за разговоры, за анализ. Благодарим. Спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню зрителям, что Сергей Брачук, спикер украинской добровольческой армии Юг, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.